Всем привет! Пришло время продолжить делать видео про некоторую мету по конспирологии. И поэтому это видео будет посвящено иллюминатам. В мире SCP баварские иллюминаты являются одним из тайных обществ, которые основали ГОК. Кроме того, они упоминаются в довольно большом числе текстов по SCP, так что вполне себе являются частью этой вселенной. Как правило, в конспирологических теориях тайные общества показываются в довольно зловещем стиле. Они наделяются безграничной жаждой власти и презрением к человеческой жизни. Но в реальности всё часто было наоборот. Презрением к жизни людей и жаждой наживы, а также отношением к людям как к скоту отличались те, с чем эти тайные общества боролись. Движение иллюминатов создал немецкий философ. А когда что-то создаёт немецкий философ, это, как правило, скучным не бывает. Вот так и тут. Человек по имени Адам Вейсгаупт, который уже в конце 18 века был достаточно известным доктором в области юридических наук и изучал и развивал церковный закон, такая вот видная наука, заинтересовался философией. Начитавшись различных умных философских книжек и вдоволь наспорившись с другими немецкими философами, он пришёл к деизму. Суть которого в том, что Бог существует, но не вмешивается в дела мира. Ведь Бог дал людям разум и свободу, а значит люди должны, используя этот божественный дар, сами исследовать мир. Ну и вообще брать свою жизнь в свои руки, а не просто выполнять заранее расписанные кем-то там предписания. С этой мыслью он создал кружок любителей читать разные умные книги под названием Иллюминаты, то есть просвещённые по латыни. Разумеется, такая идея не могла понравиться тогдашней власти, которая считала, что вся власть от Бога и церковным деятелям, потому что идея о том, что можно жить как-то иначе, чем по их книгам, пришлась тем сильно не по душе. Кроме того, и те, и другие привыкли пользоваться полной покорностью людей. А тут, мол, говорят, что люди сами должны свою судьбу решать. Потому Иллюминаты быстро стали тайным обществом. Кроме деизма, они продвигали ценности свободы личности и изначального равенства людей как таковые, что противоречило тогдашнему сословному обществу, в котором нельзя было кем-то стать по своей воле, можно было только кем-то родиться. Ну и действительно, что же им не нравилось? Берёшь, рождаешься в правильной аристократической семье, и всё у тебя хорошо. Так или иначе, Иллюминатов повсеместно преследовали. Но из-за того, что в их ряды вливалось много умных и образованных людей, власти европейских стран были практически не в состоянии с ними бороться. А так как сам Адам не был абы кем, а имел довольно-таки обширные связи среди юристов, государственных деятелей и даже иерархов церкви, он быстро развернул обширную сеть агентов, которая проникла во все слои европейского общества. Его люди были буквально повсюду. В общем, человек не ныл о том, что всё плохо и кругом заговоры, а, так сказать, начал с себя и сделал свой заговор. Для того, чтобы эффективнее развивать свою организацию, он вступил в масонскую ложу под названием Теодор Цумгутерат. Однако его идеи, заключавшиеся в том, чтобы отбросить всю мистическую часть и продвигать только рациональные идеи, да ещё всё это равенство и братство, показалось масонам слишком радикальным. Ведь сами масоны не видели свои собрания без сложных ритуалов и таинств. Надо же, в конце концов, на тайных собраниях ходить в капюшонах, там свечи жечь, на латы ничего не промотать. Так оно веселее. Хотя есть и другая версия, что его прогнали из масонов, потому что он не был достаточно богат. А во многие масонские ложи тогда брали только богатых людей. Одно время состоять в масонской ложе было настолько популярным делом, что тайные ложи буквально ломились от наплыва желающих, и приходилось вводить всякие ограничения, например, на количество денег. Так или иначе, он пошёл на хитрость. Он замаскировал своё учение под масонство. Он создал псевдо-масонскую ложу со своей системой ритуалов, из которой набирал наиболее сообразительных людей, то есть тех, до которых доходило, что фишка совсем не в ритуалах. В иллюминатов он набирал тех людей, которые могли разглядеть смысл за всей этой мишурой. Вот такой вот заговор внутри заговора, вложенный суперзаговор, заговор иллюминатов против масонов. Иллюминатов недолюбливали не только власти церковь и масоны, но и тогдашние либеральные мыслители, поскольку внутри организации иллюминатов, несмотря на свободу мысли и ценности рационализма, была ещё и довольно жёсткая почти военная дисциплина. Орден иллюминатов напоминал скорее некую спецслужбу, нежели тайное общество скучающих богачей. Благодаря этому разоблачение их деятельности заняло почти 8 лет со дня их основания. Они были обнаружены в 1784 году властями Баварии, которым удалось захватить переписку иллюминатов и узнать все их коварные планы. Тогда баварские власти запретили тайные общества и начали жестоко их преследовать. Также они исключили Адама из университета, где он работал, и ему пришлось бежать. Бежать ему пришлось, правда, не очень далеко, ибо единой Германии тогда не существовало. Он добежал до немецкого города Готу, где местный правитель, герцог Эрнст II, оказался масоном из тайной ложи и был не против принять такого известного деятеля тайных общества себя, а может даже получил какие-то плюшки от такого ценного гостя. Там Адам написал несколько книг и по самому учению иллюминатов, и по тому, как у них там вообще всё устроено. И эта часть видео будет самой страшной для тех, кто любит говорить о загадочных иллюминатах, и о том, как якобы нам ничего о них не известно. Ведь первая же книга называлась «Полная история гонения иллюминатов в Баварии», а остальные подробно описывали, как быть true иллюминатом и что для этого надо делать. Вообще, основатель Ордена Иллюминатов написал целое собрание сочинений. К сожалению, все они написаны на немецком, и даже на английском переведено всего несколько книг. «Обязательно потом почитаю, хотя бы то, что есть на английском, ибо надо, так сказать, впитывать опыт. Соберу потом тайное общество и буду контролировать мировую закулиссу». Хотя, если вы знаете немецкий, вы можете познать все тайны иллюминатов и прийти к мировому господству даже раньше меня. Короче, все последующие общества иллюминатов были последователями этого учения, которое, кстати, было достаточно хорошо известно. О нем знал даже Томас Джефферсон, один из основателей США и третий президент этой страны, который в своих письмах часто писал о том, что ему близка философия Адама Ви из Гаупта. Но то США, где страна изначально была основана на идеях равных возможностей и личной свободы. То есть сюрприз на всем том, о чем говорили иллюминаты. В Европе тогда господствовали совершенно противоположные порядки, и, соответственно, к ним относились совсем иначе. После французской революции 1789 года, когда многие люди, считавшие свободу человека неважной вещи, вдруг начали испытывать неприятные симптомы. У одних появились лишние дыры в теле, у других отделилась голова от туловища, а третьи задохнулись от невести, откуда взявшиеся на мыленные веревки. Многие консерваторы, из тех, кого эти симптомы еще не коснулись, начали считать рациональное мышление и свободы опасными вещами, возможно, опасаясь проявлений этих симптомов у себя. Именно с этих времен в Европе про иллюминатов вообще и Адама в частности начали ходить самые дикие истории и теории. Совпадение? Как говорится, не думаю. В то время в Англии жил физик, член королевского общества, а главное, что масон Джон Робисон, который, насмотревшись на то, как вдруг поплохело людям с консервативными взглядами во Франции, сам, будучи консерватором, написал книгу под названием «Пруфы», ну, в смысле доказательства заговора против религий и государств Европы. Да, главным разоблачителем иллюминатов был масон. Масонский заговор против заговора иллюминатов. Чтобы заговор работал лучше, Джон собрал несколько агентов, среди которых отличился бывший монах Александр Хорн, который по заданию своего босса посещал тайные встречи масонов и иллюминатов. Короче говоря, нашел себе реально интересную работу. По ходу этой работы была написана, наверное, первая полноценная конспирологическая книжка. Собственно, доказательство заговора, ссылку на оригинал которой я даже оставлю в описании. Она, правда, написана со старой английской орфографии. Есть еще и современные издания, но в бесплатном доступе мне их найти не удалось. В книге автор утверждает, что после разгрома ордена иллюминатов в Баварии, они не только не прекратили существовать, но и развернули сети своего влияния по всей Германии, причем не под своим именем, а паразитируя на масонских ложах. То есть иллюминаты притворялись масонами. Главное, что говорит автор, это то, что иллюминаты стремятся полностью уничтожить государственность, все религии и создать космополитическое общество, где даже никто не пойдет умирать за очередного короля. О ужас, какой скрепа затрещали. В то же время другой человек, французский священник Агустен де Беруэль, бежавший от революции в Англию, издал там книгу, в которой говорилось, что революционные события во Франции были целиком и полностью продуктом заговора масонов и иллюминатов. Книги эти были очень популярны, потому что консерваторам всего мира оказалось очень выгодно представить разрушение монархического уклада не как естественные исторические процессы, а как заговор теневого правительства. Так появилась та самая большая и чуть ли не самая главная теория заговора. Огромный успех этих двух книг породил целый жанр подобной литературы. Десятки, если не сотни авторов, кинулись писать свои истории про тайные общества иллюминатов, наполняя их разными абсурдными и жуткими подробностями, типа кровавых ритуалов, поклонения дьяволу разной мистикой, историями про теневые правительства и рептилоидов. В 20 веке прибавились пришельцы, чипы и всякие излучатели, которые иллюминаты используют, чтобы зомбировать народ. Забавно, что во всех этих историях иллюминатов, как правило, наделяли взглядами, полностью противоположными тем, что они в реальности придерживались. Если оригинальные иллюминаты боролись против государства свободы человека, то в поздних конспирологических теориях они хотят создать тоталитарное общество по всей планете, с тотальной слежкой и повсеместным рабством. Но главный вопрос, это, конечно же, существует ли сегодня Орден Иллюминатов. Ответ на него, по-моему, достаточно очевиден. Тайное общество, о котором издано, наверное, тысяча книг. Это вообще как? Да, никакого заговора нам... В смысле, им давно не надо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok